В нашу эпоху грандиозных работ социалистического строительства, небывалого строительства новых и коренной реконструкции существующих городов, поле деятельности архитектора необъятны, а роль его огромна и почетна. Каким я вижу будущее наших городов? Они будут носить своеобразный художественно-архитектурный характер с яркими чертами, присущими каждой отдельной республике. Советская архитектура застроит города радостными сооружениями, придаст им особо красочный оттенок, которым славятся образцы мирового классического зодчества. Архитектура и планировка советских городов с их широкими магистралями, большими зелеными массивами, монументальными общественными зданиями, театрами, школами, дворцами культуры, стадионами, свойственны лучшие черты мировых стадиц. Но наши города выгодно отличаются от них. У нас все проникнуто заботой о нуждах труящихся. Быстро и планомерно перестраиваются, меняют свой облик советские города. Могучим примером тому является осуществление плана реконструкции Москвы. Плана, который народ называет Сталинским, именем творца и вдохновителя его Иосифа Виссарионовича Сталина. Пять лет назад архитекторы были приглашены в Кремль. Товарищ Сталин высказал свои замечания по проекту плана реконструкции Красной столицы. Он определил размеры районов, ширину улиц и площадей, наметил архитектурный облик всего города. Москва, Ленинград, Киев, Минск, Белисси обогатились за последние годы сооружениями, являющимися украшением этих городов. В Белисси по моему проекту построено здание института Маркса Энгельса Ленинга. Осуществляя этот проект, я поставил перед собой задачу сохранить национальные черты грузинской архитектуры, имеющую свою богатую историю. Моя ответственность была особенно велика потому, что в Грузии на Кавказе начал свою деятельность товарищ Сталин. И это, по моему мнению, должно было найти свое воплощение в проекте. Я счастлив тем, что в гигантской работе по перестройке советских городов заложены частицы и моего труда.